Добрый день, господин Лемберг. Снова актуальный вопрос от Винсполчан. Начнем с таких покрупнее. Зигис спрашивает, как работают депутаты объединенного списка, так же неактивно, как в прошлом созыве, и что хорошего предложил Крестовский? Ну, Крестовский не поддержал, чтобы установлен был статус здания, деградирующего вид Венсполса, то есть опасное здание, которое на рубеже, что оно деградирует окружающую страну, то есть плохо очень выглядит или даже опасное. Ну, например, у него есть свой корич, этот Бердж, в Ассенит 44, он это не поддержал. Так что большой вклад в развитие Венсполса. И ни одно хорошее наше решение не поддержал. Практически ни одно. Так, если это вклад, да, то это отрицательный вклад, но для нас это не сюрприз. Всегда вот эта компания, это там Венвад и Барда, там Заблористы были, сейчас это из регионалов. Они всегда подходили, что чем хуже, тем лучше. Чем хуже Венсполчанам, тем лучше им, потому что, как бы, чтобы вызвать недовольство Венсполчан и этим вызвать недовольство в отношении Тамбленберга. Но им это не пройдет, потому что у нас достаточно голосов. Мы будем принимать решения, направленные на развитие Венсполса, на то, чтобы Венсполчане лучше жили, были более довольны своим городом с каждым днем. Им не удастся затормозить нашу работу, потому что нам была достаточно большая поддержка на выборах. И у нас из 13 мест 9. Это дает полную нам уверенность, что все, что мы обещали, мы выполним, и им не удастся это помешать. Такой вопрос поступил. Решен ли спор с Калия-парком? Ну, у нас нет спора с Калия-парком в таком виде. Правда, у нас есть претензии к Калия-парку. Я имею в виду свободного порта Венсполса. Свободный порт Венсполс арендовал причалы и площади Калия-парку и там для перевалки калийных удобрений. Так там записано в этом договоре. А за последние годы Калия-паркс или вообще не пригружал Калия-паркс, или очень-очень мало. Если раньше пригружали 4-5 миллионов тонн, то последние годы где-то около 400, даже меньше. Наверное, не калия, а других удобрений. То есть дана публичная инфраструктура, сделанная в домовледительной работы, канала, причалы, лошади. А перевалка или вообще нет калия, или других минеральных удобрений вообще в целом снизилась на более 10 раз. 10 раз. То есть если свободный порт Венсполс зарабатывал до 5 миллионов тонн за год от той объема перевалки, которую делал Калий-паркс за счет портовых сборов, то сейчас зарабатывает 10 раз меньше. Такая ситуация свободный порт Венсполс не устраивает. И свободный порт Венсполс подал на Калий-парксуд, чтобы решением суда расторгнуть арендный договор причалов и площадей, и выкупить все, что там остается, там грошевая цена, все это, потому что без употребления, никому это нет использования. И сдать этот терминал более умелому оператору. Со мной постоянно выходит на меня с жалобами, что хотят перегружать калийное удобрение и белорусы, и россияне через Калий-паркс, но там ставят такие условия, такие схемы, такие левые схемы, что они не согласны так работать. Ни Батько в Минске, ни Путин в Москве с такими схемами не согласны. Это схемы начала 90-х годов. Ну вот, так что это большая беда и большая такая ситуация, которую создал Генеральная прокуратура Латвийской Республики, назначив Остапа Бендера, как его называют, по существу управляющим этим терминалом. Ну, так что мы имеем плохой результат, все, все имеют плохой результат. Вот, может быть, кто-то там и ворует по пути еще из этого, крупицам, которые там можно заработать. Но потери все, и государство, как налоги, самоправление, как налоги, и свободный порт Венсболс, как портовые сборы, все. Ну, ситуация не может быть вечной в таком ситуации. Я надеюсь, что суд расстроен договор, но это займет, конечно, несколько лет. Сандрис спрашивает, что думаете о резком повышении минимальной зарплаты по стране, и как оцениваете планируемые реформы подоходного налога с населением? Ну, минимальную зарплату, если у вас есть право голоса, вы можете прогнозовать за любую цифру, правильно? 430, кто за? 450, кто за? 500, кто за? 1000, кто за? Вопрос, могут ли заплатить? Наша минимальная зарплата больше, чем в три раза меньше, чем в Ирландии, так что есть куда стремиться. Но если вы поднимаете минимальную зарплату, то вы должны поднимать всю лестницу. Потому что вот уборщица минимальная зарплата, а повар немного больше. Если поднимаете низ, не может быть, чтобы повар выровнялся с уборщицей. Он все-таки более профессионально подготовленный. А это уже тогда большая масса нужна дополнительных денег. Вопрос работодателя, есть они или нет? Если их нет, надо заработать. Как заработать? На чем заработать? Ну вот, так что, что касается, как вы говорите, реформы, связанные налогами на трудовые ресурсы, на рабочую силу, я не вижу реформы. Там нет реформы. Ну, изменить там ставки, там, подоходное налогоносление, и снижался до этого, и поднимался, и потом опять снижался. Социальный налог, и снижался, и поднимался, сейчас опять поднимается. Ничего, я там не вижу никакой реформы. Это не реформа. По спорту вопрос, кто будет комплектовать состав баскетбольной команды, главный тренер или менеджер? Ну, да, это какой-то такой серьезный болельщик, который... Я думаю, за состав отвечает, и результат отвечает главный тренер, а менеджер отвечает за эффективное использование представленных ресурсов, то есть денег и других ресурсов. То есть, тренер должен доказывать, что вот этот игрок нам нужен, его цена хорошая, и так и далее. Менеджер говорит, нет, он дорогой, он такой и такой. Они должны договариваться. Но я так это дело вижу. Не может быть, что... Как это так? Тренер скажет, я беру вот этого беру, а он стоит в два раза дороже, чем у нас в бюджете. Ну, как мы его купим? Никак. Ну, я думаю, что с Робертом Штелмехером мы уже работали, мы его знаем. Он готов работать с тем составом, который... С теми ресурсами, вернее так, с теми ресурсами, которые ему предстали. Он не тот, который скажет, вот, если не будет тот, то и там все, все, все. Нет, он будет работать с тем ресурсом, который есть. Он привык, и это нас устраивает. Хулиган прислал нам вопрос. Хулиган. Хулиган. Спрашивает, есть ли в Венсплассе место, где можно легально проявить свои художественные навыки? Кто-то говорил, что можно где-то в скейт-парке, но подтверждение этому я не нашел. Имею в виду не просто заляпать стену, а изобразить что-нибудь красивое. В Риге такие есть, но это Рига. Да. Ну, я скажу, что мы над этой темой, я помню, говорили. Ну, вот, по-моему, окончательно мы не решали. Я задам вопрос. Как вы сами смотрите на такую идею? Ну, видите, стена, ну, она белая, нарисовали. Тогда закрашивать или как? Ну, у меня нет такой тенденции. Вот у нас музычилище выкрасило большую стену на Южном Малу, да? Ну, у них там был эскиз, все, они там нарисовали, мы там краски покупали, все. Так что, я думаю, что это пройдет. Сейчас в компьютере можно рисовать сколько угодно, правильно? Сразу, пальцем, тихо, тихо, тихо. Раньше такой возможности не было. И можете на компьютере обрисовать весь Белый дом. Когда еще такая возможность будет? С на портале Венспелс ЛВ спрашивает. Нам очень нравится ездить на паровозике, но как же мамам с колясками добраться до горы Лемберга-Хуте, с остановки у горы, если там построена крутая лестница? Ну, мне сказали, что с другой стороны, там можно подойти. Там, когда с горы, там надо, там лестница, там надо идти до этих зайчиков семьи, потом налево, и там можно доехать. Я этот пруть уже проезжал, могу гарантировать, очень удобно. И объединенный вопрос по предстоящему слету байкеров. Майя спрашивает о маршруте, будет ли он пролегать через весь город, включая Парвиндт. И почему в этом году было выбрано другое место, вместо сада Ренте, теперь променад? Надо зайти в Венспелс ЛВ, культурная жизнь, там видно будет маршрут. Променад выбрали, потому что там удобнее, что там легко двигаться, легко расставить мотоциклы, народу там можно принять значительно больше. Если даже дождь, то там все-таки не по траве топтаться, а твердый грунт. Потому, наверное, выбрали. Я рад, что интересуется, да, значит, подчеркивайте. На этом все, вопросов больше нет. Спасибо, всего доброго. До свидания.